Новгородский музей-заповедник возвращается к привычному режиму работы. В здании присутственных мест открылась новая экспозиция, посвященная истории русского морского флота. Но гостей она пока встречает с ограничениями. Еще в 1692 году на воду спустили первый российский военный корабль. Так сбылась детская мечта императора Петра I. Появление русского морского флота во многом именно его заслуга. С тех пор сохранилась существенная часть истории в деталях. В Новгородском музее-заповеднике открылась экспозиция с уникальными музейными предметами и документами. Всего более 120 экспонатов. Здесь редчайшие книжные издания по морскому делу и кораблестроению Петровской эпохи. Важные заметки о строительстве кораблей, написанные Петром I, чертежи и многое другое. Экспозиция под названием «Как царь Петр море полюбил» вобрала лучшие артефакты из нескольких фондов. Московского государственного объединенного музея-заповедника, Российского госархива военно-морского флота и Новгородского музея. У нас в фондах не так много материала связано с этим великим именем, с именем Петра I. Увидеть своими глазами, увидеть то, что видели в учебниках истории когда-то. Кое к чему даже прикоснуться можно на этой выставке. И скоро будет юбилей Петра I. Это тоже связано с этой выставкой. Правило «смотреть, но не трогать» в этот раз применимо с исключениями. Организаторы продумали небольшую интерактивную зону. Поэтому посетить музейные залы будет интересно и взрослым, и детям. Здесь можно почувствовать себя настоящим капитаном, не настоящего корабля, уверяют руководители. На этой выставке специально сделаны такие предметы интерактивные, которыми можно пользоваться. Здесь можно покрутить штурвал, здесь можно при помощи вот таких флажков составить свое имя из флажковой азбуки. Вот здесь она у нас представлена, как образцы. Можно позвонить в рынду. А также научиться затягивать разные сложности морские узлы из веревок и немного побыть моряком Петровских времен. Выставка в здании присутственных мест в Кремле ждет посетителей до 20 сентября. Здесь еще действует режим ограничений. При посещении обязательно использование защитных масок и соблюдение дистанции. Групповые экскурсии доступны для малочисленных компаний до пяти человек.